Андрей Саакян – студент, будущий юрист, но уже сегодня помогает ветеранам отечественной и локальных войн в сложных правовых вопросах. Студенты-преподаватели Университета юстиции запустили проект «Согреем сердца, опалённые войной». Это юрпомощь на колёсах. Бесплатные консультации по всему Большому Сочи. Люди такого поколения на сегодняшний день не особо подкованы. Для этого именно и работает наша группа. Студенты жаждут оказать какую-либо помощь нашим ветеранам, чтобы они чувствовали себя более комфортно. Этот проект университет выставил на ежегодный всероссийский конкурс «Доброволец России». Он призван поддержать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты. Многие видели в Сочи вот этот шкаф с книгами, которые можно почитать и вернуть, взять себе на память или пополнить коллекцию этой мини-библиотеки своими любимыми изданиями. Но немногие знают, что автор проекта «Читай Сочи» студентка Александра Коваленко. «Ты принёс книгу, оставил для других людей, поделился тем, что ты прочитал. Мы хотим создать условия для приобщения к чтению маленьких детей, студентов, молодёжи и, конечно, старшего поколения города». Этот бокс появился в сквере недалеко от мэрии несколько лет назад и уже полюбился сотням любителей чтения и последователей буккроссинга. Это движение по обмену книгами. Часто приходят люди, я в том числе часто посещаю здесь очень много разной литературы, на любителя. То любит художественную, то техническую. Вы знаете, когда у меня есть свободная минута, я прохожу мимо, я стараюсь обязательно подойти и посмотреть, что там такое, потому что любой читающий человек меня поймёт. У нас во Владивостоке точно такой же, только он более реоритетный и стеклянный. Мне кажется, это сказочное такое место, когда такие вещи стоят, прям завораживают, притягивают людей к себе. Такие добрые слова, говорит автор проекта Александра, это лучшая награда. В будущем хотелось бы установить такие книжные шкафы во всех районах Сочи. И в этом мог бы отлично помочь конкурс «Доброволец России». Ведь для победителей в честь года добровольца предусмотрены гранты до миллиона рублей. Ребята могут участвовать с восьми лет и, соответственно, до бесконечности есть специальные номинации для волонтёров серебряного возраста. То есть, в принципе, каждый доброволец может найти для себя ту нишу, в которой он сможет поучаствовать именно в данном конкурсе. Конкурс «Доброволец России» – социальный лифт для волонтёров. Проекты победителей будут тиражироваться по всей стране. Из Сочи уже подано 15 заявок. У остальных желающих время есть до 15 августа. Нужно просто зайти на сайт «Добровольцы России РФ» и заполнить заявку. Финал конкурса намечен на 5 декабря.